Приветствую вас, давайте разберем наш вопрос. Ребенку 11 лет, с ее отцом в разводе, она винит меня, что я лишил ее отца, очень сложное отношение с учимом, он пришел в семью, когда ей было 8 лет, сначала все было хорошо, теперь у нее к нему ненависть, может потому что он пытается воспитывать, я беспокоюсь за ее психику, девочка избалована, не заставляю ничего делать, только учись, учиться хорошо. Ну, собственно, начинать здесь в любом случае нужно с издалованностью, как мне кажется, то есть перестать баловать для начала, это, мне кажется, то, с чего... Собственно, и нужно начинать, то есть, а вы тем, что балуете, ее вряд ли как-то вот позитивно подкрепляете и помогаете, что важно, ее психике, вот, то есть, может быть, перестать ее баловать, было бы достаточно хорошим вариантом, вот. Здесь нужно понять, на мой взгляд, в первую очередь, как вы пришли к тому, что она избалована. Ну, вообще, вот, я не думаю, что это возникло из ниоткуда, честно говоря, я думаю, что у этого есть, ну, какие-то саванны, да, у того, что вы ее балуете, вот. Вероятное здесь как раз вот то, что мой коллега называет чехосюзма вины перед дочерью. Вот. Есть и еще один момент, который мне не совсем ясен. Я хотел бы обратить на него ваше внимание тоже, а почему, собственно, лишила отца? То есть, ну, вы в разводе. Да, вы в разводе, это правда. Но почему лишила отца? Именно лишила. То есть, развод не мешает родителям детей с ними видеться, встречаться, как-то общаться и так далее. То есть, почему лишила-то? Как развод связан с лечением? Я вот этого в данном случае не понимаю, не вижу здесь, ну, не складывается картинка, условно говоря. У вас, конечно же, есть информация по этому вопросу, но вы ее вот, к сожалению, пока что мне предоставили. Было бы очень хорошо, если бы объяснили. Вот. Если бы вы объяснили на этот момент, было бы совсем шикарно. Шикарно. Вот. А как вы сами воспринимаете и относитесь к разводу? Как вы сами это переживали? Вот. А согласны ли вы с вашим ребенком относительно того, что вы действительно лишили отца? Вот. Если согласны, то один момент. Если не согласны, то другой момент. Вот. Понимаете, какая штука? То есть, здесь многое достаточно зависит от вашей позиции. Собственно, ваш ребенок, если мы говорим непосредственно о нем, о ней в данном случае, самостоятельно ничего не придумала. Она все, что говорит и делает, в общем, в целом взяла от вас. Больше, извините, ей не от кого. Только от вас. То есть, эта идея, что ее лишили отца, она взяла от вас. Вы так сами, скорее всего, и считаете. И вот, на мой взгляд, то, что вам нужно у себя самой спросить. Да? Вот. Главное. А как я-то вообще считал? Я-то вообще чего думаю? Ну вот. И возможно, извиниться перед ней за то, что вы как-то вот, как-то вот лишили, по ее мнению, как бы, ну, по ее мнению вы лишили ее отца. Вот. То есть, тут вот, какая-то вот, такая, на мой взгляд, история. Извините? Правда, извините. На мой взгляд, она сейчас подростки, активно пытается себя исправить. Вот. И хорошо. Она молодец, что это делает. Но делает она это очень важно учитывать, что она делает это так, как ее научили. Научили вы, например. Понимаете, да? Поэтому тут очень важно видеть вот эти аспекты, видеть и учитывать их. Потому что в противном случае мы рискуем действительно сгенерировать, так скажем, у ребенка достаточно серьезную проблематику. Чего, я уверен, вы бы не хотели бы для нее. Ну, я так думаю, я так плагаю, я надеюсь. Вы пишите о том, что боитесь за ее психику. Такой тоже достаточно интересный момент. Чем продиктован этот страх за ее психику. То есть, ну, почему вы боитесь за ее психику? То есть, у вас этот страх, он как-то вот на постоянной такой основе присутствует за ее психику. То есть, вы, ну, вы вот как-то в целом, да? За нее тревожитесь по жизни вообще. Или это вот появилось только сейчас, например. Это тоже очень важный момент. Потому что если только сейчас это одно, а если всегда так было, грубо говоря, это немножко другое. Поэтому вот тоже нужно обязательно учитывать этот аспект. Вот в контексте вашей ситуации, скажем так, и... Учитывая его, учитывая этот аспект, да, вот уже что-то делал. Сейчас, ну вот, то, что вы описываете, да, не совсем понятный контекст. Вот. Так, какая-то такая история. Что касается ученика, который ее, вот, по вашим словам, воспитывает, что здесь, безусловно, есть определенная драматичность. Потому что, ну, понятно, что она понимает, что он не ее отец, да, она понимает, что он, там, например, чужой человек. Вот. Как-то вот, ну, воспитывать, так скажем, экологично, очень мало не получается, суть по всему. То есть, тут вот, как говорится, незримая тень отца, да, она, видимо, присутствует и над ним тоже, к сожалению. Вот. И я думаю, что вы, может быть, до сих пор находитесь в отношениях с бывшим мужем. Вот. Ну, не настоящий, конечно. То есть, вполне возможно, что все. Он уже давно находится с вами в отношениях. А вот вы с ним в отношениях вполне можете быть. Понимаете? Какой момент будет. Вот. Вот. Поэтому это необходимо обязательно учитывать. Вот. Вот. И если у вас что-то такое есть, если у вас что-то такое присутствует, вот, то необходимо с этим работать. Работать. Необходимо это. Корректировать. Необходимо этим заниматься. Потому что на ребенка вы можете, как раз таки, вот, переносить всю вот эту, может быть, где-то незавершенную историю с вашим мужем. Вот именно, что вот где-то незавершенную. То есть, вот где-то незавершили как-то, где-то, где-то вот, что-то вот еще в отношениях. Находитесь и, как бы, ну, мучаетесь, условно говоря, сами и ребенок, как бы, тоже мучается, тоже мучается. Вот. Я вас не обвиняю, я просто говорю о том, что здесь просто есть некий такой плацдарм, да, есть некий запрос на терапию. Вот. С именами в том числе. Ну, я имею в виду вас и вашей дочери, которая, в принципе, уже, ну, достаточно, мне кажется, взрослые для того, чтобы в таких мероприятиях участвовать. Вот. Если вы понимаете, о чем, о чем я, да, если вы понимаете, вот, в данном случае, что я имею в виду, ну, о чем я говорю. Вот. То есть, это не проблема вашей дочери. Даже. Это именно что, проблематика, скорее. Незавершенности. 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 А, ваших отношений с вашим... То есть, как бы, формально вы уже не в отношениях. Формально. А, фактически, получается, что все в отношениях и еще каких. Ну, то есть, формально получается, что супруг, да, он как-то вот присутствовал. Вот. А, смотрите. Какой важный момент. Ребенок уже взрослый достаточно. То есть, понятно, что еще не совершеннолетний, да, но уже достаточно взрослый. И, и если она, а мне знать, что это всё за это стойно? То есть, то есть, то есть, то есть. Как вы, ну, вот, ситуация, это как раз. Да. Какова история ваших отношений с её отцом, с вашим мужем? Как получилось, что вы развелись? Как получилось, что он с ней не общается? Как получилось, что вы встретили отчима? Вот, если всего этого ребёнок не знает, то это проблема. Потому что ей вполне может казаться, что как-то против неё. Вот, а покупает её избалованность, то есть как-бы, ну, покупает её военность, понимаете, какая штука? И я не думаю, честно говоря, что таких взаимоотношений со своей дочерью, что вы бы хотели. Вот. Поэтому так важно вам как-то вот с одной стороны увидеть, что стоит за вашим таким желанием её брать, что стоит за вашим страхом. что с ней врусит в что-то, но вот. Это вот очень важно понять. Ну, как бы, для вас, вам это очень важно, Таня. для себя, хотя бы, на вот, чтобы, ну, хотя бы, вот, как-то, в курсе быть того, что происходит. Ну, самой в курсе быть, вот, чтобы до очереди объяснить и так далее. Знаете, ну, вы, если чувствуете вот себя виноватой перед ней, так она и будет этим пользоваться. А чего нет, ну, как-то, как-то, ну, ладно. Сами подумайте, подумайте, а чего нет, если вы чувствуете себя виноватой, чтобы ей не пользоваться. Поэтому здесь вот ситуация, она неприятная во всех отношениях. неприятная ситуация. Вот. Но, мне не разрешили. Так как-то. То есть разрешить её можно в этой ситуации. Если, вот, если у вас такое желание есть. Что ещё важно? Важно, какие у вас отношения с отчимом. Что это? Ну, вот, ну, вообще, вот, в принципе, в целом, какие они? Удовлетворительные. Удовлетворительные. Хорошие. Вот. Почему, например, отчим пытаются воспитывать вашу дочь? Вот. Не в том смысле, что он не должен её воспитывать. Я не в этом смысле говорю. Я говорю о том, что, ну, на мой взгляд, это такая некая кооперативная история, когда оба родителя или оба взрослых совершенно это неважно, в данном случае, выступают, скажем так, единым фронтом. Вот. А здесь этого не происходит. В общем, пытаются девочку воспитывать. Вы пытаетесь, точнее, вы её, не пытаетесь, вы её балуете. Вот. И в этой ситуации начинается идеализация её отца. Вот. Вот. Который, ну, наверное, понимание девочки тоже бы её баловало. Вот. То есть, ключевой момент здесь, это вот ваша вина и незаболшённость отношений с мужем. Плюс, не совсем понятное отношение с дочерью. Что значит? Ты учись, а, как бы, там, всё остальное мы сами. То есть, вы же таким образом себя ставите в положение обслуживающего персонала для дочери. Вот. То есть, ты, дочка, учись, а мы, значит, тут вот тебя будем обеспечить. Всем и, как бы, любую твою, значит, приходь, да, мы удовлетворим. Вот. Ну, это вот такая позиция нап и поп получалась у вас, по крайней мере. Ну, не сказал бы, что это полезная позиция тогда. Ещё один важный момент, важный момент, на который хотелось бы обратить ваше внимание. А, значит, какое значение для вас имеет просто дочь учиться или учёбу? Какое значение имеет для вас это? А, мне показалось, вот, исходя из того, что вы написали. Мне показалось, что учеба для вас это, вот, на первом месте. Вот. То есть, ты только учить, всё остальное не важно. Ты только учить. Самый главный. Вот. Ну, извините. Вот, извините вопрос, да? Какое значение это имеет для вас? Вот. Ну, просто. Если нет, то какое? Почему учёба именно? Почему всё остальное для вас как будто бы не важно? Это, вот, тоже, момент, на который я бы хотел, чтобы вы обратили внимание. Вот. Учёба, конечно, важна и нужна. Это правда. Но, личностное взаимодействие, личностное взаимодействие между, условно, родителем и ребёнком тоже важно. И оно идёт на первом месте, нежели чем учёба. Понимаете? Вот. А если вы, в данном случае, транслируете какую миссию, ты только учишь, там и для тебя всё? Как бы, ну, будем делать. Да? Допустим. Вот. И только учись. Главное. Главное. Ну, какой вывод сделает она? Что она будет умной, а все её будут любить. Вот. Она, все её будут должны. Вот. Ну, в реальном мире это не так. Мне кажется, что вы это знаете. Если не знаете, то догадываетесь. Если не догадываетесь, то начните догадываться прямо сейчас. Это важно. Но вы, то есть, вот как бы тоже об этом подумаете. А может быть, вы вообще боитесь с своей дочерью в контакт вступать? Такой вот близкий. Вот. Может быть, вообще вам как-то страшно и как-то пугает эта история, что, ну, вот, что вы с ней как-то вот близки будете. Может быть, вы не были с ней никогда близки. Вот. И боитесь сейчас. И как поступить, не знаете. Вот. И вроде бы, вроде бы и хочется, да, вот. 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 Как-то что-то и любовь приведет. И все. А-а-а-а. Как бы. Не знаете как. Вот. Там. Не умеете. И... В итоге вот это вот все вот, ну, вот. В таком формате и происходит. Довольно странно, я бы сказал. Вот. То есть, понимаете, вот, какая история в данном случае. То есть, постарайтесь, постарайтесь вот, что называется, услышать. Услышь меня. Что я вот пытаюсь вам здесь сказать. А здесь у меня получилось донести. Давав эту мысль. Вот. Сформулируйте так же. Вопрос. Ну, вот. К психологу. Какой у вас вопрос? Чего вы хотите от психолога в данном случае? Помощи. 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 В чем. Вы хотите. Потому что. Гармонизировать отношения. С. Ребенком. Можно. Разобраться в себе. Можно. Ага. Гармонизировать отношения с вашим мужем. Текущим, я полагаю. Который отчим. Для ребенка. Так же можно. Гармонизировать отношения с отцом. Вашего ребенка. Так же можно. Если хотите. То есть, вопрос в том, чего хотите. Себе. Если в себе разобраться. Тоже поможем. Тоже поможем. Поможем в этом. Вот. С ней наладить отношения. Тоже поможем. В этом. То есть, вот. Скажите, что хотите. Как-то вот. Постарайтесь. Выразить. Да. Вопрос у вас. Как-бы. Вопрос у вас. Как-бы. Вопрос у вас. Вот. Понимаете. Потому что. Аспектов много. именно аспектов много. На что вы сами хотите сделать акцент? Не совсем ясно. А за вас решать и выбирать, как мне кажется идея не самая лучшая. Вы сами можете это выбрать, как мне видеть. Поэтому отчаиваться не стоит в любом случае. Нерешаемых проблем нет. Ну и определиться как-то с тем, чего вы хотели, тоже было бы здорово. Вот. Понимаете, да? Я надеюсь, о чем идет речь. Что ж, тогда давайте на этом будем заканчивать. Потихонечку я надеюсь, что мой ответ привнес вас некоторую ясность в эту ситуацию, которую вы описываете. Я надеюсь, что мой ответ как-то позволил вам увидеть происходящее, да? Вот. Немножечко вот с другой стороны. Очень надеюсь, что вы припримите какое-то решение. Вот. И соответственно начнете предварять его в жизни. И помните, пожалуйста, еще одну такую важную вещь, вот забыла сказать, что у вас именно ребенок, вот это пока еще ребенок, вот. Это не взрослый человек пока еще, не взрослый. И как бы она, как бы она вот себя не дала, да? Она просто зависит еще. Вот. Она вознуждается. Ну может только то, что сказать об этом, сказать об этом не может, сказать об этом. Вот. Она вознуждается. И я очень надеюсь, что вы услышите меня, вот. Что она у вас нуждается. Что вы ей нужны, как мать, да? Да. И как вот, там, виноватый человек, виноватая женщина. А именно, что как мать вы ей нужны. То есть, как так, то, на кого вот можно опереться. Как бы кто поможет, кто поддержит. Понимаете, да? Вот. Вот. А вы, к сожалению, ей вот, как-то, вот. Такую поддержку не дает. Вы, как-то вот, ну, больше откупаетесь, вот, от, ну, от нее, в данном случае. Как-то вы, как-то вы балуете ее, думая, что так вы, вот, свою любовь проявляете. Вот. Вы, вот, гиперопекаете ее, боитесь, что с ней что-то случится. Вот. И для вас, а, в этом случае, будет что-то очень, ну, плохое, да? Что-то очень страшное произойдет, как бы, для вас. Вот. То есть, это, вот, немножко такие рейкетные отношения. Вам страх и чувство вины, да? Они дают, как бы, искренне, ну, искренне участвовать в жизни ребенка. К сожалению, к сожалению, вот. И вот эти вот факторы, да? Ну, сдерживающие факторы. Необходим, на мой взгляд, если не убрать вообще, то я хотя бы как-то вот немножечко так снизить их влияние на вас, я бы сказал. Потому что сейчас это влияние, оно просто огромное. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи. И надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена.